Информационный портал Правометру начинает вторую видеоконференцию 2020 года, конечно же, января месяца. Представляя наших участников, начинаем с Санкт-Петербурга. Дмитрий Гаганов, юрис-консульт Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии. Дмитрий, добрый день! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас, дорогие наши слушатели! Второй участник Иван Печерий, впервые в этом году рядом с коллегами. Из юридичка группы Ремис Печерей и партнера. Иван, добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги и уважаемые слушатели! Приветствую Игоря Степанова, тоже впервые в Новом году в качестве участника из Ярославля, как вы прекрасно знаете, руководитель общественного объединения под инвалидов, больных рассеянным склерозом, Гефест. Игорь, приветствую вас! Добрый день, уважаемые коллеги и уважаемые слушатели! И Новосибирск в лице Игоря Васильева. В этом году он уже принимал участие в видеоконференции. Он с Новосибирского государственного медицинского университета. Игорь, приветствую вас! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, уважаемые люди! У нас сегодня 5 человек, чему, безусловно, рад. Переходим к теме видеоконференции, которую я вынес на обсуждение своих коллег. Итак, у нас сегодня 140-ая видеоконференция с начала работы Севереса и вторая 2020 года. Выяснять мы сегодня будем, насколько имеет место приоритет прав и законных интересов членов семьи, увы, пережившего пациента. Что явилось информационным поводом для видеоконференции? Это постановление Конституционного суда России, свеженькое, 13 января этого года. О чем речь идет? В данном федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения в Кировском научном исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА проходил лечение нектосвечников. К сожалению, умер. Его супруга, пережившая его, обратилась с заявлением о предоставлении ей копий медицинских документов, которые характеризуют его состояние здоровья. Медицинская организация отказала, сославшись на то, что данные сведения составляют врачебную тайну. Тогда Свечникова обратилась в суд по отстаиванию, по защите своих интересов на доступ к медицинской документации. Кстати, обращаю внимание, что фактов ненадлежащего оказания медицинской помощи при проверках выявлено не было. Но суд первой и второй инстанции отказали в удовлетворении требований о предоставлении медицинской документации. Тогда она обратилась в Конституционный суд по проверке соответствия правовых норм 323 ФЗ Конституции России. Что было вынесено Конституционным судом в постановление. Саму суть я излагать не буду, имеется в свободном доступе. Конституционный суд постановил о том, что необходимо внести в правовые нормы соответствующие изменения, которые позволят нормативно определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента. При этом, пока изменение законодательства не внесено, по требованию супруга близких родственников умершего пациента иных лиц, указанных в информированном добровольном согласии, они все имеют право знакомиться с медицинской документацией этого умершего пациента, снимать копии. А если имели место электронное введение медицинской документации, то медицинская организация должна их предоставить. Запрет будет в том случае, если при жизни пациента им был оформлен запрет на доступ к сведениям, составляющим его врачебную тайну. Также Конституционный суд разъяснил, что это постановление окончательное, обжалование не подлежит и с момента его фактического опубликования должен быть обеспечен доступ близких родственников и иных лиц к медицинской документации. Вот краткое вступление по теме видеоконференции. Какие вопросы мы сегодня будем обсуждать? Первый. Коллеги, а каков состав этих близких родственников, членов семьи, умершего пациента? Каким образом документально подтвердить родство? Начинаем с обсуждения. И первым слово я предоставляю Игорю Степанову. Игорь, что говорят наши законно-нормативные акты в составе близких родственников? Как документально подтверждать родство? Добрый день, уважаемые коллеги. У нас есть в соответствии семейный кодекс и другие нормативно-правые акты, которые предразумевают определение близких родственников. Прежде всего это супруги, это дети и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, а также усыновители и усыновленные. То есть тот круг лиц, которые являются близкими родственниками. Но тут надо учитывать при выдаче того или иного документа, что необходимо подтверждение каким-то образом документально факт этого, что они являются близкими родственниками. Ну, в нашей практике уже были такие случаи, то есть мы выдавали документы, в частности, была дочка, которая не жила с отцом много лет, она попросила данные документы. Когда мы предложили предоставить факты, подтверждающие, она, к нашему удивлению, выложила все документы. То есть факт свидетельства о браке с изменением фамилии, свидетельства о рождении, свои документы. То есть иногда это может быть достаточно длинная цепочка документов, которые необходимо представить. Поэтому, хоть Конституционный суд и высказал идею о, не идею, а требование оперативное о том, чтобы выдавать документы, но не расписан механизм. То есть кто его будет расписывать? То есть это должен быть какой-то нормативный акт локальный, может быть, в лечебном учреждении. Каким образом это будет происходить? Но на самом деле, так сказать, я считаю, что если исследовать принципу законности, то тот, кто запрашивает документы, должен предоставить их, которые подтверждали вы степень родства. И медицинская организация должна это делать и имеет право на это. Вот моя точка зрения. Дмитрий, вы выслушали Игоря. Какие ваши дополнения? Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, хотел бы сказать о некотором противоречии в нашем нормативно-правовом регулировании. Конечно же, у нас есть уголовно-процессуальный кодекс, статья 5, общие термины. Там четко определены, кто-таки были родственники. Но, к сожалению, это определено для целеуголовного кодекса. Что касается семейного кодекса, там такой определенности нет. Потому что в статье 14 расписывается семейно-правовое отношение и понятие близкого родства. При этом из семейного кодекса вовсе не следует, что муж и жена являются близкими родственниками между собой. Соответственно, то постановление, которое мы исследуем, оно как раз было направлено на устранение неопределенности, в том числе и в этом вопросе. Хотел бы сказать, что категория законных представителей – это тоже отдельная категория. Процессуально она раскрыта в Гражданском процессуальном кодексе, это статья 52, часть 1. Ну, опекун, усыновитель, родитель, попечитель. Хотел бы сказать, что возможным законным представителем является и патронажная сестра по оказанию попечительной помощи. Это если уже смотреть на новеллы о вашем медицинской юриспруденции. Но если коротко сказать, то на настоящий день противоречивое регулирование по поводу установления состава близких родственников. Но относительно документального подтверждения родства, ну, метод добавить нечего. Предыдущий докладчик просто на конкретных примерах объяснил, как это происходит. Я закончил вот это. Спасибо, Дмитрий. Что есть дополнить у Ивана? Конкретно. Я согласен с предыдущими покупающими. Насколько человек на противоречии АСА, поскольку действительно уголовный кодекс нет ни с данным правоотношениям, а семейный кодекс ответа на вопрос, кто такие близкие родственники, прямо не дает. Поэтому, наверное, в каждом конкретном случае необходимо, ну, скажем так, как-то этот вопрос решать индивидуально, что ли. Можно сейчас сказать, каким образом действовать в институтской организации, ввиду отсутствия прямого регулирования. Но единственное, насколько я хотел вводить в плане, я думаю, буду делать это постоянно, включая на каждый заявленный вопрос, дело в том, что Конституционный суд в данном определении указывал на то, на тот факт, на тот факт, что ранее были подобные дела, и Конституционный суд, и знакомый указывал в этих делах, на создание исполнительным органам власти специального механизма, позволяющего данный вопрос урегулировать. И в данной ситуации, да, он, видимо, сейчас обиделся, просто говоря, и уже как бы извлек, что, да, пока, соответственно, этого механизма нет, давайте уже как бы без него, соответственно, да, выдавать документы. Но при этом подозревает, что механизм рано или поздно появится. Поэтому, безусловно, Минздраву нужно озаботиться этим вопросом, чтобы именно путем подзаконения протоконных актов отрегулировать данный механизм, в том числе идентификации близкого родства страны милиционской организации. Такое направление. Спасибо, Иван. Игорь, как вы считаете, Конституционный суд действительно обиделся? Ну, на самом деле, я вот вошусь с Иваном и, пожалуй, чуть-чуть даже разовью. Удивительно читать такие постановления, конституционного суда не часто их встретят, потому что мне бы даже, я бы сказал, что оно носит раздраженный характер. Сколько законов, десятки законов, но принимали изменения и не внесли, но вам сколько говорится. Вот такого вот характера. И здесь я бы хотел к этому вопросу сказать следующее. Безусловно, есть большая неопределенность, почему, на мой взгляд. Дело в том, что Конституционный суд обладает правом негативного правотворца. То есть он призван отменять неконституционные нормы. В данном случае Конституционный суд, на мой взгляд, взялся за несвойственную работу. Он принял позитивную норму. При этом, при всем, у него нет ни возможности, ни, на мой взгляд, компетенции эту норму устанавливать. И действительно, по-хорошему, эта норма должна быть установлена в законе. Кому, каким образом, значит, можно и нужно передавать эту информацию. То, что касается законного представительства, ну вот, Игорь достаточно полно круг чертил, вместе с тем, возможно ли ссылаться на Конституционный суд? А каким образом? Вот передали информацию. Одному передали родственникам, другому не передали. Не будет ли здесь противоречия? И можно ли здесь вместо закона приводить норму постановления Конституционного суда как норму позитивную? На мой взгляд, ну, по-моему, здесь надо получать возможность вообще Конституционного суда вводить позитивную норму. Это фактически, тогда он законодательный норм. Вот это ровно все. Интересное мнение Васильева. В этом плюс вот нашего такого коллективного обсуждения. Моя позиция кратко. Супруг, супруга, дети, братья, дедушка, бабушка, безусловно, близкие родственники. Нужны документы, подтверждающие родство через брачные отношения, через изменение фамилии. Таким образом, все это документально устанавливается. Нет документов, нет доступа к медицинской документации пациента. Идем дальше. Каким образом это позитивное право, по меткому выражению Васильева, приведет к возможной проблеме у медицинских организаций? Каких? Какой вопрос мной вынеси на видеоконференцию? Второй. Доступ близкие родственники получили. Каким образом это повлияет на динамику гражданских исков родственников к медицинским организациям по основаниям несвоевременного, либо некачественного оказания медицинской помощи? Поскольку именно Васильев и выделил такую позитивную норму конституционного суда, то я ему на правах модератора предоставлю право первым высказать свою позицию по этому вопросу. Как это грозит медицинским организациям? Ну, на самом деле, позиция, она простая. Безусловно, это неким образом облегчит правовое положение родственника. Это, в смысле, он сможет получить информацию и, наверное, будет некое увеличение. Но я не думаю, что это увеличение будет значительным. То есть, на мой взгляд, на сегодня такая проблема возникает не везде и не всегда. И очень редко вот так вот в медицинские учреждения упираются. Так или иначе, доступ к медицинской документации, особенно в случае, если смерть имеет, ну, игровые признаки нарушения введения медицинской услуги, то, как правило, все-таки доступа, все-таки получается в медицинских учреждениях. Пожалуйста. Понятно. Послушаем Игоря Степанова. Мое мнение такое. Если проблема, она становится проблемой, когда она актуализируется. Если будет активность соответствующих юридических структур, юридических фирм, адвокатов, а также средств массовой информации, которые муссируют тему некачественного указания медицинской помощи, и именно, так сказать, идет некий наезд на медицинское сообщество, на врачей, если это будет муссироваться и продвигаться, то тогда в голове у родственников тоже будут возникать определенные, так сказать, мысли, формы, что им, родственникам оказывалась неправильная помощь, и они будут подавать иски. Но это зависит даже не от людей, а от того, какая идет основная парадигма. Парадигма в средствах массовой информации и в соответствии с этим активность определенных юридических структур. На мой взгляд, вот это вот так надо подходить к этому вопросу. Игорь считает, что это зависит от окружающей среды. А как полагает Иван? Ну, мое мнение здесь четкое совершенно. Если такая возможность будет, она уже, так говоря, есть. На мой взгляд, будет тенденция увеличения судебных разбирательств в отношении медицинских организаций. То есть, получая медицинскую документацию, будет, в общем-то говоря, возможность проводить независимые экспертизы и нет оснований для подачи исковых заявлений. То есть, буквально у меня сейчас в производстве такое дело лежит, где, соответственно, заявителям было потрачено около 200 тысяч на проявление двух независимых экспертиз, и, соответственно, которые дали им основания для подачи газовского иск в отношении медицинской организации. Ну, вот такая, как бы, информация, там удалось ему получить мусорную рекомендацию у нашего пациента. То есть, через патрутуру, по-моему, я не ошибаюсь. А если сделать этот момент проще, тогда, я думаю, что у них будет увеличиться. Мое мнение такое. Итак, еще прогноз об увеличении динамики. Давайте послушаем Дмитрия Гаганова. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, хотел бы подчеркнуть, что данное постановление, во-первых, направлено на устранение неопределенности, то есть оно описало неопределенность по данному вопросу, ограничило его границы и далее его устранило. Причем у нас, если правильно посмотреть последний обзор постановления, установлен переходный период, вплоть до внесения, что называется, изменений. Поэтому не совсем соглашусь с коллегами по поводу позитивного нормотворчества. Здесь негативность проявляется в отношении устранения неопределенностей здесь, то есть без зрения конституционно-правовых норм. Что хотел бы сказать, количество исков вполне может увеличиться, потому что данное постановление надо рассматривать в связку вообще с апрельским постановлением Конституционного суда 2019 года, где этот раз был рассмотрен вопрос об этих самых правах на вознищение морального вреда со стороны близких родственников. Там этот механизм был рассмотрен. Но и в нашем случае, в данном постановлении, очень интересно расписано, что такое учет ввода изъявления по вопросам частной жизни, который и после смерти должен быть учтен. То есть вводится любопытная категория. Конечно, описывается вообще неприкосновенность частной жизни, защита прав, но при этом устанавливается такая категория, как защита прав и законных интересов, переживших членов семьи. Соответственно, применение будет, потому что расписан порядок. У нас, я изучил это постановление, и там написано, что есть правовое основание ознакомления. Но это уже третий вопрос, уважаемые коллеги и слушатели. Да, к третьему вопросу мы еще перейдем. Он неразрывно связан с предыдущим. И что бы я хотел высказать. Мы знаем, что пациенты в большинстве своем не обладают профессиональными познаниями в области медицины. За исключением, конечно, когда случаи происходят в семьях врачей, там, где есть медицинское образование. Но получил он эту медицинскую документацию. Ну и что? Главное, наличие противоправных деяний, причинно-следственная связь. Все равно придется обращаться к каким-то институтам, где какие-то доводы, обстоятельства будут выявляться. Поэтому я считаю, что какого-либо значимого увеличения количества исков явно не произойдет. Динамика будет небольшая. И я здесь стою на позициях Игоря Васильева. И третий вопрос, вытекающий из первых двух. Да, с позицией, кто такие близкие родственники, мы с вами разобрались. Но есть еще некие лица, указанные в данном постановлении. Это те лица, которые не являются близкими родственниками, но они есть в информированном добровольном согласии. Коллеги, да, Конституционный суд это светило, там умы юриспруденции находятся. Но какие правовые основания для ознакомления с медицинской документацией лица, не являющиеся близким родственникам? Потому что, если близкого родства нет, какие основания требовать что-либо с медицинской организацией, даже если имели место признаки ненадлежащего оказания медицинской помощи? Нет близкого родства. Зачем тогда ему предоставлять право доступа к медицинской документации? Вот такой вопрос, который я выставил на обсуждение. Переходим к профессиональному общению. И первым словом Москве Иван. Слушаем. На мой взгляд, это тоже достаточно странно, потому что действительно получается так, что лицо, которое не имеет близкого родства, получает, соответственно, возможность получить информацию о том, например, в котором является площадная тайна. То есть, по сути, своей, проанализировать ее, и, соответственно, какие-то действия потом принимать. На мой взгляд, это не совсем верно. Опять-таки, да, речь еще отвечает, можно говорить о том, продолжая мысль, что пациент, как бы, уже умер, соответственно, правоспособность, которую он уже не обладает, и поэтому, как бы, так, он не может, так или иначе, повлиять на, соответственно, возможность получения третьими лицами его информации, если он не запретил, как бы, да, об этом, как говорит представитель персонального суда, но этот запрет, он должен быть в отношении определенного круга лиц. А вот в отношении неопределенного круга лиц, вот тоже интересный момент. То есть, к зрению законодательства, этот вопрос не прописан. Я, на самом деле, хочу полагать, что, в принципе, любой гражданин может дать запрет на закомление сегодня с документацией посмертно, кем бы это ни было, на самом деле, да, вот это по запросу. И это, в общем говоря, тоже будет являться основанием, откуда документацию не предоставлять. Что же касается отношений предоставления документации, ну, здесь, конечно же, да, вопрос не как. Что-таки немножечко не в корректном посте ушел, и, возможно, его удаст каким-то образом исправить, либо скорректировать путем разработки от нестыщего механизма, который должен подожить, да, не должен установить. Такое мое мнение. Итак, Иван установил некую некорректность в обосновании конституционного суда. Что установил Васильев? Ну, уважаемые коллеги, мне кажется, что, наоборот, последовательно конституционный суд проводит свою мысль, и она заключается в том, что, несмотря на то, что умершего правоспособности нет, но, тем не менее, остаются некие права, в том числе и конституционные. Очевидно, что это право на честь, видимо, да, умершего, который может поддержать не только близкий родственник, и это не будет не только его морально-вредовое личное страдание, но это защита чести, достоинства. Вот с достоинством интересно, хотя конституционный суд в своем постановлении говорит о достоинстве умершего, немножко странно, потому что достоинство – это осознание личных положительных качеств самим человеком, а честь – это, так сказать, то, что думают окружающие. Тем не менее, я думаю, что вот эта последовательная позиция в зарубежной печати встречается указание на то, что есть достоинство, значит, умершего. Так вот, по большому счету, очевидно, что здесь данная отсылка идет для того, чтобы некое лицо, которое указано, которому доверял пациент, оно знакомится с документацией для того, чтобы защитить посмертно, защитить права умершего пациента. То есть, я согласен, здесь есть какая-то признак некорректность, но я еще раз повторю, что достоинство очень нечасто вводит вот такие правила поведения. То есть, вы говорите, он устраняет неопределенность, он правилом вводит, а у него нет такого опыта. Поэтому здесь и возникает некая неловкость, я бы сказал. А мысль понятна. Так, благодарю, Игорь. Иван нашел некорректность, Игорь – неловкость. А Дмитрий что-нибудь нашел в обосновании в правом конституционного суда? Благодарю вас. Во-первых, я хотел бы сказать, что субъектность сохраняется и после смерти. То есть, как сказано в одном произведении, путешественник умер в Антарктиде, но после 80 лет все равно его субъект с правовой точки зрения существует. Законом-представителем для целей вообще статьи 51 Гражданского процессуального кодекса указано о фигуре установить родителей-попечителя, но и транажной сестра, я предполагаю. Они составляют в юридической точки вообще зрение единое целое. И постановление очень интересно указало совокупность вообще условий, при которых возникает правовое основание ознакомления со стороны лиц, не являющихся близкими родственниками. Во-первых, наличие вообще судебной, например, защиты, либо иного способа защиты для предотвращения умаления прав. Второе, не запрета на информирование. И до этого, как я сказал выше, это обязательно учет воли изъявления по вопросам частной жизни. И в постановлении интересно указан публично-правовой аспект. Это позитивное обязательство государства по защите права на жизнь умершего, здесь предполагается. Ну и, соответственно, как я предположил после анализа, например, суд при подготовке гражданского дела к разбирательству, это предварительное, например, разбирательство, предварительная стадия, а может удовлетворить как раз податайство. А те же самые законные представители, если они будут выступать вообще из страны в гражданском процессе. А у законных представителей есть такое право. Как я сказал, потому что они с точки зрения теории гражданского права составляют единое юридическое целое, вообще, например, с опекаемым лицом. Потому что я абсолютно согласуюсь по поводу того, что дееспособность ушла, правоспособность ушла, но субъектность-то у нас осталась. И здесь мы как раз видим вообще субъект, который осуществляет право на защиту, хоть и посмертно. Это защита прав и законных интересов. А интересы, как мы знаем из теории права, напрямую связаны вообще с волеизъявлением субъекта, которое может оцениваться и после смерти. Мы все знаем про психолога-психиатрическую экспертизу, которая является посмертной. Вот, я хотел бы предложить зайти с этой стороны. Я закончил, уважаемый. Интересная мысль. Послушаем Игоря Степанова. Ну, давайте, может быть, поговорим о том, что у человека есть право на волеизъявления. Это право его никто не лишал. И правосубъектность в плане волеизъявления, он, естественно, осуществляет при жизни. Это относится и к наследственному праву, да? И в данном случае он выражает свою волю в форме информированного согласия, где указывает конкретных людей. То есть это его воля. Мы не можем ограничить волю человека после смерти. Мы же не можем отменить завещание, иначе как по закону. В данной ситуации, я думаю, на основании пленного решения, конституционного суда в частности, следует говорить о том, что человек волей изъявляет и определяет круг лиц, которому положена эта информация. Он обладает свободой воли при жизни и устанавливает круг лиц, которым она может быть передана. Мы не можем ее после смерти ограничить. Опять же, Дмитрий говорит, что правосубъектность сохраняется. Но как субъект права, человек при жизни выразил свою волю, у него есть свобода воли, и, следовательно, этот круг лиц, который он определил, ему эта информация по принципам права и по закону должна быть передана. То есть, я считаю, что все в этом плане, так сказать, никаких противоречий существенных и нету. Потому что есть, в принципе, права человека и право на воле изъявления. Мы не можем ее ограничить ничем. На мой взгляд, вот так. Спасибо, Игорь. В процессе обсуждения, вот на что я хотел обратить внимание, по третьему вопросу. Если имели признаки ненадлежащего оказания медицинской помощи, то из-за отсутствия родства и постановления пленума и Верховного суда компенсации морального вреда, видимо, данное лицо, не являющееся близким родственником, ну, требовать компенсации не сможет. Но в остальных случаях, про которые говорили и Игорь, и Дмитрий, и Игорь Степанов, да, имеется право воле изъявления в информированном добровольном согласии. Юридический факт. Раз юридический факт имел место, значит, зачем городить лишнее? Это лицо имеет право доступа к медицинской документации. Коллеги, благодарю вас за такое интересное обсуждение, за высказывание своих точек зрения. Информирую также о том, что к нам должна была сегодня присоединиться женщина Юлия из Волгограда. Но у нее сегодня возник судебный процесс Юлия Севастьянова, и она участвовать не смогла. Но она прислала свою видеозапись, которую я потом после вас интегрирую. До свидания, до следующей встречи на нашем информационном портале правометро. Всего доброго, уважаемые коллеги. До новых интереснейших встреч, дорогие наши слушатели. Всего доброго. До свидания. До свидания, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. До свидания, уважаемые коллеги. Всех вам благ. Всего доброго. Добрый день, уважаемые коллеги. Оценивая постановление Конституционного суда, конечно, я считаю, что оно имеет позитивный характер И те выводы, которые сделал Конституционный суд, они, собственно, уже достаточно давно назрели И международное законодательство, в том числе и практика Европейского суда по правам человека И законодательные акты, например, Англии, США Все они предоставляют достаточно широкие полномочия не только членам семьи и родственникам умершего лица Но и иным заинтересованным лицам И поэтому в контексте трендов международного законодательства данное постановление Конституционного суда, конечно, является положительным Положительным с точки зрения защиты прав родственников пациента Но для медицинских учреждений, конечно, данное постановление несет определенные серьезные вызовы В том числе, как по российскому законодательству определить перечень лиц, имеющих право к врачебной тайне после смерти пациента Если мы обратимся к Семейному кодексу, то к членам семьи относятся родители, дети, супруги К родственникам, дедушки, бабушки, полнородные и неполнородные братья и сестры Но я обращаю внимание, что с точки зрения международного законодательства, международных трендов Этот перечень не является исчерпывающим И именно поэтому, по всей видимости, Конституционный суд обратил внимание, что пациент может в информированном согласии прописать и иное лицо Которое не является его членом семьи, его родственником Собственно, вот это положение, оно соответствует международному положению, международному законодательству Конечно же, данное постановление, оно будет способствовать увеличению количества судебных исков со стороны родственников умершего пациента По отношению к медицинским учреждениям Причем, как мне кажется, теперь не только мы получим иски, вытекающие из врачебных ошибок Но и увеличится количество исков об истребовании сведений, относящихся к врачебной тайне О признании отказов медицинских учреждений в предоставлении сведений незаконными Поэтому, конечно же, это постановление открывает своего рода ящик Пандоры И количество споров между медицинскими организациями и родственниками пациентов С каждым годом, скорее всего, будет только увеличиваться Но, несмотря на вот такие негативные тренды для медицинских учреждений Все равно я, как адвокат, оцениваю положительно данное постановление Потому что подобные изменения, еще раз повторюсь, они назрели в контексте международных трендов Спасибо, коллеги, спасибо за внимание Надеюсь услышать и ваши доводы и аргументы относительно нового постановления Конституционного суда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok